Всем доброго утра, хорошего настроения. Я хочу, чтобы вы были счастливы все, чтобы вы были спокойны, чтобы вы были бодры тогда, когда вы хотели, чтобы каждый день у вас начинался с такого, знаете, мобилизованного состояния, как у пионеров раньше было. Вот как в Советском Союзе мы вставали под пионерскую зорьку, как вставали под разминку. Вот это радио с утра, когда включалось в шесть, или вот сколько там утра. И мы все с вами вот это раз, два, раз, два, левой, правой, левой, правой. А теперь принимайте водные процедуры. Вот так вот, чтобы у вас каждый день начинался. Но чтобы вы были спокойны, чтобы вы не обращали внимания ни на каких придурков, вокруг вас, с которых вращаются, обитают, вот эти, вы знаете, прилипалы, мухи прилипалы. У меня их так много в жизни было, и есть, но я настолько уже зеркально отражаю все эти истории, которые никак меня не раздражают. Поэтому нужно научиться этому, абсолютно спокойно относиться. Потому что я знаю, что чаще всего людей раздражительный фактор является другой человек. А вот, ну, нужно учиться, нужно стараться, нужно влюбляться, нужно путешествовать, мечтать и делать так, чтобы вам завидовали. Вот когда начнут вам завидовать, значит, вы идете правильной дорогой. Как говорила Курченко, если вас плюют, значит, вы идете вперед. Плюют в спину. Значит, вы идете вперед. Вот, поэтому идите вперед, и пусть вам плюют в спину. Так же, как и мне плюют, но зато они вам все завидуют. Хорошего настроения и начало влога. Еще раз сделай. Ты просто тогда, ты когда так ножки поднимал, я не успел снять, у тебя яички выпадывали из трусиков. Я так искренне сказал, ой, кстати, как-то много лет назад, очень много, ребята, лет 25, наверное, столько невозможно это все в памяти держать. Короче, он что-то делал, 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 и какой-то иголочкой пальчик уколол, ну, знаете, типа для швейной. И он так искренне сказал, ой, как ребенок маленький, я говорю, ну что, палец завязать, что ли, пальчик завязать. Ой, ребята, я лежу, я лежу, театральная дива, порно-актриса, вот под такими софитами. 40 тысяч ламп светят на меня, и я лежу и думаю, вставать или нет, очень темно в Калининграде, в Москве 9, здесь на час, меньше 8, но мне кажется, у нас в Москве 8 утра, в начале 9, вот прямо вот, я просто знаю, чтобы как раз я Пашу в это время на работу везу, в 7 свет темно, а вот в 8, и к 8, это уже все, прямо моментально раз и расцветает, здесь темнота, просто, смотрите, темнота, темнота, темнотища, ой, сейчас, короче, нужно похоснуться, я не знаю, умываться буду или нет, ну, в смысле, умываюсь, умываюсь, ну, в смысле, это, но не хочется душ принимать, почему-то мне сегодня, хочется вонять, вот, чтобы воняло от меня, чтобы от меня вот все вот прилипало, все отлетали, вот, и сейчас я вам покажу, к вагаротеку, в которой мы живем, и расскажу все, единственное, сказать, что мы будем завтракать, здесь завтрак, естественно, не включен, никакого, тетенька, соседка не приходит, влечет, и готовит, это большое отличие, от, что от гостиницы, там, где каждая гостиница, должна угощать своих гостей, шведским столом, так, подождите, а то как-то некрасиво, я выгляжу, и так опухший, да еще и, ну такой, куда ты попер, ну помоги, а, ты будешь заправлять, что я, так что я, блин, так некрасиво выгляжу, ты же все равно еще не заправляешь, ну и нет футболки, или нет футболки, ну и правда что, я хочу быть таким, царем и королевичем, ой, блин, все синтетика, все щелкает, блин, короче, я как будто, смотрите, сейчас я как будто в богатой гостинице, в дорогущей, вот моя горничная, которая заправляет, и я в таком, оставит мой администратор, это как, я в такой, как будто, в теплом, с утра мозг вообще не сображает, в теплом пледе, в теплом пледе, ну как это называется, Паш, когда одевают сверху, после душа, в халате, а вот, минус, да, большое, что, конечно, в гостинице, где есть жрачка, утреннее, шведский стол, это, конечно, очень удобно, а когда это, а когда так, не очень, подушки поднимите, пожалуйста, что у них поваляется, ну начнем с прихожей, тут как Юлий Цезарь, или как Алла Пугачева, так, ну, дверь достаточно обыкновенная, единственное, что если я не забуду, покажу вам фишку, как здесь оставляют ключи, вот эти ключи, от квартиры, вот так вот они выглядят, домофон есть, ну, в принципе, он нам не нужен, домофон, к нам уже никто не приходит, но домофон открывается автоматически, то есть дверь в подъезде, мы живем на четвертом этаже, дверь закрыта, естественно, в подъезде, там набираешь цифру, 55, 55-я квартира, и через 5 секунд идет звонок, и потом дверь открывается, то есть любой человек, который живет в этом доме, или бы не хотел сюда попасть, знал бы эту фишку, он бы точно так же заходил, делаю вот так вот тут, наверное, потому что так будет лучше видно, вот такой большой шкаф, в прихожей, прямо вот такой огромнейший, и, ну, я не знаю, для чего он, конечно, нужен, но здесь есть и когтеточка, и когтеточка, самое важное, когтеточка, я этого, кстати, не видел, я не заглядывал вчера сюда, реально, когтеточка, вот мне бы вот такую трубу, и, кошкам, и вот такие две полки, они бы там спали, когтеточка, просто на калинализационной трубе, на канале, просто сделана, небольшая, кремплены есть запеленные, какая-то шушера, непонятно, что там мусор, есть тазики, есть утюг, швабра, но это, видимо, уже не прибираются тут за людьми, матрас дополнительный, к утюгу есть небольшая доска, и сушилка, и сушилка, так, закрываемся, так, вот такая прихожая, достаточно широкая, светильники, и достаточно симпатично сделана, есть свои правила, что здесь можно, что нельзя, туда-сюда, но вот эти правила отличаются с правилами, которыми Паша подписывал через интернет, типа, здесь написано, что курить можно на балконе, вот введенном месте, а в том договоре, типа, написано, что нельзя, вот такая вот вешалка, здесь снова я, в своем халате, весь опухший, блин, хотя ничего вроде как и нет, и не пью, тапочки есть, есть тапочки, вот эти одни, еще есть другие, это большущий плюс, что обычно в таких местах тапочки не оставляют, ну, то есть, типа, как гостиница сделана, пойдемте, покажу вам кухню, кухню, на кухне мы ничего не трогали, вот так вот сразу было заправлено, стол, то есть, уже как будто, ну, типа, накрыто, накрыто было, накрыто, там, цирк, он, видите, светится, вот он всю ночь так светился, и там какая-то женщина все говорила, и вот из окна я вам хотел показать, как раз, вот синагога, видите, и вот там, получается, вот уже, гостиница Медовая, там еще что-то, вот этот, вся история, и река там, и вот тот дом, где мы тоже могли жить, но Паша, там на 700 рублей было дешевле, но квартира не настолько лучше, вот, в общем, тут идти буквально, ну, три минуты, действительно, жалюзи вот такие есть, значит, на кухне, все достаточно прилично сделано, правда, мы когда зашли, квартира оказалась лучше, дешевле, чем гостиничный номер, вот, на самом деле, если это эконом-класс, кто-то хочет там просто приехать, спокойно погулять, сам приготовить, есть и картина для этого, ой, картина, для того, чтобы приготовить, что-то странно, короче, картина есть, ну, в общем, а самое главное, что есть плита, естественно, что есть вода, но воду эту мы купили сами, есть фейри, есть вот все тряпочки, есть вот это вот полотенце, бумажные для рук, есть фильтр для воды, потому что, если вдруг, если нет денег, да, не знаю, конечно, сколько часто его меняют, этот фильтр, но сам факт того и есть, набрал воды, ничего не надо покупать, попил, есть чайник, есть кофе-машина, к этому у нас есть здесь, ребята, уже включен, сахар рафинад, есть кофе, молотый, нерастворимый, есть чай, есть соль, ну, первая необходимость для того, чтобы попить чай, съесть булочку, например, не знаю, там яйцо сварить и посолить, это у нас есть, здесь вообще вот так вот все красиво устроено, посмотрите, как все продумано, очень симпатичная квартира, но чем-то напоминает и киевскую, но в Икее мне всегда нравились квартиры, как они это делают, и есть вот такие стопашки, есть чашки, рюмашки, бокалы еще дополнительные, все это имеется, ну, и здесь тоже что-то, тарелки какие-то есть, и так далее, и тому подобное, кстати, вниз я не заглядывал, не знаю, ну, мусорное ведро, здесь, наверное, приборы всякие, да, открывашка есть, как он называется, в общем, все, что нужно, все есть, и здесь внизу какие-то, минимальные какие-то, штуки, плита работает, ну-ка, а, а плиту, нет, плита не работает, а, работает, работает, так, и здесь какие-то еще есть, истории, терки, какие-то кастрюли, и доски, терка, в общем, все есть, духовки нет, ну, духовка, думаю, нафиг, никому не нужна, никто же тут не будет булочки выпекать, так, я здесь со своим пледом, иду сюда, вперед, есть микроволновка, которая сразу работала, вот такие вот прибамбашки, типа, вот такие цветочки, по всей квартире, очень круто смотрится, есть холодильник, чистый, не воняющий, морозилка пустая, я вчера открывал, вот, пустая морозилка, и, что ж такое, и есть даже масло, бутылочка масла, представляете, вот, пожалуйста, заезжай и живи, так, ну, туалет, ванной попозже покажу, что там умываются, вот комната, есть балкон, балкон со ставнями, вот, и вот две такие кровати, кровать, естественно, может сдвигаться, может раздвигаться, вот у нас раздвинутая кровать, две тумбочки, два ночника, диван, который тоже может расправляться, еще два человека сюда может лечь, ну, единственное, что, наверное, это просто немножко в край туда уедет, тумбочка куда-нибудь сюда, есть телевизор, но мы его не включали, есть вот такой столик, журнальный, есть Wi-Fi, и вот эти вот пледы, вот такие вот еще очень прикольные, они были заправлены еще и сверху, квартира, в квартире достаточно пахнет, шторы зеленые, мне еще нравится, в квартире, я вчера Паше сказал, что пахнет этим, как называется, новизной, то есть, или они недавно эту квартиру сделали, потому что сказали, что, женщина, что у них несколько квартир по Калининграду, мне не сказали, что, здрасте, меня зовут Дарья, у меня несколько квартир по Калининграду, надо сказать, ну, как она сказала, сказал, что, хорошо, нашел, нашел, ты просто вчера сказал по-другому, всегда пиздишь мне, припиздываешь, это называется, вот, единственный минус, ребята, что хочу сказать, что кровати узкие, я сейчас, конечно, широкоформатку снимаю, но, мне показались узковатые, ну, конечно, мы не маленькие мальчики, все равно, но, вот, это не полуторки кровати, которые стоят в гостиницах, они, конечно, узкопрофильные, совсем уж, в одну сторону поворачиваешься, ты уже практически на полу, так, Паш думался, да? Все, тогда сейчас я, так, и вот туалет с ванной, здесь есть и стиральная машинка, и унитаз есть, естественно, и самое главное, что есть бойлер, который всегда у вас будет горячая вода, небольшой, но бойлер, душевая кабина, вот такое вот зеркало, и самый главный плюс, что есть даже, как он называется, вот эта вот штука, агрегат волос, что-то мне это не надо, и есть зубные наборы, ребята, зубной набор есть, представляете, вот Пашка, вот открыл зубной набор, есть мыло, потому что, я говорю, вот так вот, если ездить, то как получается, нужно с собой все это брать, всю приблуду, а в самолет же с этим не пустят, значит, нужно брать багаж, либо приезжая куда-то, нужно, получается, нужно, получается, что, нужно, получается, покупать это все, потом выбрасывать, потому что опять самолет с этой жжи, и все ее не пустят, потому что нужно, как минимум, купить гель для душа, и шампунь, зубную пасту, и счет, ну, счетки, ладно, привезли мы с собой вот и здесь тоже шампунь и свете кондиционер мыло и все достаточно более менее чистый конечно ван за ванной сложно наблюдать особенно за всякими типы такими штуками кальций вот это или как он называется которую это с воды нужно протирать но в любом случае достаточно все чисто стиральная машинка и полотенец две штуки большой и маленькая серая белая чтобы люди понимали где и что плюсом к тому что есть новая лежала туалетная бумага закрытая то есть не использована не так что знаете тут житель тут кто-то пожил и оставил попу повытирал ну давайте оставим новая была туалетная бумага есть свежий для воздуха что немаловажно когда вы живете не одни допустим какой-то семейной пары либо еще что-то в гостиницах я не знаю почему вроде все ставят а вот освежитель воздуха никогда не ставят сколько гостиниц их мы не были никогда нет освежителя воздуха видимо думать свои же вроде приехали да в лучшем случае в отелях больше ва раунда есть такие автоматы висят под потолком и плюсом есть даже посмотрите порошок то есть вдруг вы захотите что-то постирать то вы можете спокойно постирать в общем вот такая вот такой вот номер и минусов по сути дело достаточно чисто я хожу босиком достаточно чисто и есть вот такой чистенький коврик для умывания в смысле ногами чтобы вставать с души в общем чистый номер отличный хороший еще и дверь здесь можно закрыться но еще последний минус самый важный это наверно то что очень слышимость вот я сейчас мне кажется разговариваю весь дом слышит ребенок вчера я орал услуга вам рассказал в влоге сегодня кто-то чихал и я говорю что если я бы сказал сейчас будешь здоров то мне бы наверное ответили спасибо очень слышимость высокая вот тут при заселении вот такой есть прошу прощения вот такой вот есть замочек сюда вводишь код он открывается и там лежит ключ от куртиры а номер получается номер кода договорит но человек который как это называется мозга владелец до или там кучу неизвестно как неизвестно что еще паша вчера заметил что здесь лифт немецкий шлюндер шлюндер шиндлер 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 я тоже знаю что это шлендер но вообще это шлендер все будет хорошо паш не переживай да а вообще честно говоря такие эти подъездик то сам по себе вроде как ремонт сделаны но квартирки страшные и знаете это вот уже посветлело хоть немножко вот такой дом с такими вот балконами чайки голуби фасад но сделан видимо отремонтирован видишь вот этот вот этот дом то такого советского мне кажется в советских построек просто реновация не реновация но в общем что-то сделали ну да а все остальное ну вот это тоже сделано ешь дом то их знает их знает и вот из подъезда выходишь проходишь два подъезда выходишь из-за дома выходишь из-за дома и вот здесь уже раз и вот эта история синагога вода кстати модно вот так вот воду продают здесь виктория огромнейший гипермаркет москве которого раньше очень много было мне так раньше нравился а сейчас его почему-то нет если есть то может быть один-два магазина в москве а здесь прямо огромными вот это вот все гипермаркет его виктория ну там есть какие-то вот этот цирк еду так это из виктории пахнет вот и это этот дом советов по-моему называется недострой вечный синагога остров канта и вот эти гостиницы но это не все медовая гостиница медовая гостиница только вот это тут и другие гостиницы и вот тут дом вот который на той стороне где тоже можно было бы жить мы идем пешком 15 минут что шапкой криво чудом полка и водил немножко голова все-таки мерзнет сейчас согреюсь температура чуть повысится на улице пойдем сейчас позавтракаем вот минут все-таки один да то есть когда ты живешь гостиницы и завтрак особенно шведский стол повторяю каждого жающего себя гостиница должна угощать своих гостей шведским столом то тогда конечно это удобно ты стал позавтракал оделся и не знаю там такси вызвал сел там на транспорт куда-то поехал на своем автомобиле либо на своих 11 вот и все а сейчас получается что мы тратим время на поиск еды б чтобы точно также затратить деньги но на еду имеется ввиду потому что в любом случае сейчас где-то мы там не знаю на сколько но поедим хаги-ваги похитители рождества просто смешательная валентина степана степанова делала она очень любила вот такие штуки но она любила знаете так вот это мой мастер по режиссуре она очень любила переделать сказку например видите был же гринвич гринвич правильно ведь в игры гринч похитители рождества а сейчас хаги-ваги похитители рождества причем хаги-ваги изображен как гринч точно такой же позе все остальное ну вообще не бей лежачего работка вот пожалуйста работающие профессионалы вот и вальтина степана была такая же фишка она очень любила новогодний спектакль смешивать все и вся тут же было гринч и тут же было бы и красная шапочка и тут же был человек путешествие через луну на в австралию чтобы спасти деда мороза причем взять морозом бы жила бы еще кук мышка нарушка лягушка квакушка но еще бы санта-клаус например рамштайн симфоническим оркестром ну я бы пошел лучше на рамштайн чем вот на это марина края тут такая блин такая жалкая подобище нюши вот для меня этот образ нюши а это сейчас уже какая-то марина хер проймешь кто уральские пельмени 16 декабря не знаю за сколько они здесь выступают но в конечно они с ценами тоже подхерели честно говоря так ну кто то что-то ирина ирина ханга тут чудил что она делает ирина хакамада 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 что она тут делает чего что он обещает такого вообще не знаю кто это ну в общем ладно пусть выступают но я бы лучше на рамштайн из его из этого сходил но может быть еще на хаги ваге на новогодний похитили прождества вот я вам показывал еще раз покажу хомлина вот сегодня свет вот так он выглядит сидит на речке ножки свесил и шарфик нет ну зато есть связанная шапочка это мы сейчас нам нужно а а через бабушку да пойдем у которой он тоже показывал там в конце острова канта на той стороне вот он получается остров кант видите вот он так вот идет река раз раз вот она по кругу по кругу по кругу и так скажем он по карте можете посмотреть он отдельно стоит да как бы ну типа как уж питер острова всякий васи васильевский остров но только васильевский остров конечно от острова канта отличается что там на васике целый полумиллионный район наверное ну вот мы сейчас на вот так вот все прямо вот до того моста его там как раз вот нам на него нужно будет подняться вот хомлин еще один но это не бабушка это их сын я не помню как его зовут олаф по моему что ли вот он сидит рядом от биржи прямо биржа вот остров канта мы перешли на эту сторону это сын это кто-то бабушка думаю что не увидишь тут они не бабушка сын но это сын потому что их там дедушка и бабушка не помню где одна и сидит около янтарные у янтарного музея и вот этот здесь точно вот папа хомлин это сын получается того деда который мы там видели папа хомлин да вот биржа вот папа а бабуля где бабуля ушла это где янтарная комната и там жена его господи а может быть и бабуля там я уже не помню в общем там у янтарной комнаты да еще один хомлин есть ну это не янтарная комната это в питере а это музей янтаря снега нет вообще эти дело конечно происходило не в калининграде и там было отеля здесь ресторан атлантик помните ведь куда никулин ходил не виновата я вот сам пришел атлантик проблема чтобы блин чуть я вообще реально какую-то пухше посмотрите что происходит видимо я сегодня так спал как не спал давно просто не так вырубила воды вроде немного пил ладно неважно короче это проблема чтобы поесть ничего толком такого нет какие-то цветы 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 бутики нашли вот эту кафешку который паша читал еще когда мы были в квартире что там яичницы и завтраки зашли а там одни хлебобулочные изделия пирожки булочки какие-то эти сосиски пиццы все в общем одна мука одно тесто и и несколько салатов лежит но таких пашка это там же должны готовить как это не что заводские салаты лежат закрыты что там ничего не готовят вот это вот проблема конечно я группа да в гостинице живешь там сразу пошел позавтракал не задумываешься здесь сейчас нужно искать время утра работает что-то не у них еще видите здесь они в 9 закрываются в 12 открываются ну дня в смысле ребята ничего толком не нашли позавтракать все какие-то дни хлебобулочные изделия круассаны с кофе и все остальное игру может быть мы не в центре мы пришли на вокзал но паша говорит ну как это центральная улица но толком ничего нет торговый центр они работают еще но зато работает уже алкашку продают с 9 утра пришли просто макдональдс потому что позавтракать надо а есть просто нечего либо заходить хлебобулочные изделия есть какие-то круассаны пиццы булки и кофе ну либо вот макдональдс к сожалению я реально такой опухший как будто я вчера литров 20 выпил воды я не знаю что такое но единственное что я сегодня очень крепко спал просто очень крепко спал я так давно не спал просто у меня вырубило как не знаю неведомо что и вот этих отеков мне тысячу лет не было было как-то помните я вам говорил что ну что это ну что там вызвали еще не готово суки вызвали ничего не готово ну вот поэтому смотрю на себя так смотрю и ну и завтраки макдональдс я не очень люблю потому что тут эти все котлеты и свинина я их не очень люблю взял какую-то булочку с курицей молочный коктейль и что-то еще так потому что нам сейчас ехать дорогу полтора часа ехать кто макдональдс был знаете да ну или вкусная . что у них настолько нормализовано вот это все питание быстро делать нигде такого не встречали очень долго делают прямо очень просто невыносимо очень долго я группа что чё они так долго делают несет пошел жаловаться дима это далее вот на маленький молочный коктейль чекен вот такой маленький верхнюю булку всегда снимаю и порогу заказали все тот самый кофе тут самое это да я почему-то завтраки макдональдс вообще не люблю эти булочки так мнение это все убираю и доставляю только котлету и тут есть еще яичницы я покажу тебя ну тут и кто такое не делают я такой не люблю вот сильно зажаренный вот ему и точно такие же есть типа завтраки нам лет поймем летом лицо два яйца и ветчина я не только это просто не залезет вот эта проблема действительно позавтракать причем все таки это калининград это еще раз повторюсь сезон это или не сезон мы все таки это как он называется город не курорта где там курорт конечно туристический город а что мне не пьется вообще не тянется прям одно мороженое в общем сейчас мы завтракаем в тем влога когда мы были в январе здесь мы с этого железнодорожного вокзала отправлялись в зеленоград и белогорск это на светлогорск сейчас мы хотим поехать в балтийск да но туда идите не ходит туда ходит только поезда в трое суток направлении дежды автобусы какие-то поэтому сейчас позавтракаем в этом влоге с вами попрощаемся скажем до свидания вот это все не видите ой вам не видно вот это все просто остается у меня здесь ведь всегда так одна булка у меня ну и вот ровно не пойму что там то ли омлет то ли не люблю макдональдс все утром не мое сколько раз не пробовал единственное здесь есть драники я не знаю сейчас они есть или нет такие были не знаю типа картофельные такие вот они были вкусные но соус еще какой-то это фирняк коктейль молочный даже не тянется какой-то может подержи просто еще не открыть его молочный коктейль ну что быстрее растает просто видите аж стоит тут ой все а то сейчас и завозить кусь все до следующего влога до завтра то есть Продолжение следует...